В эфире программа «Городские встречи». Здравствуйте, с вами Герман Гущин. С 4 июня в Рязанском государственном цирке стартовало новое шоу «Геерадзе. Песчаная сказка». Сегодня у меня в гостях Екатерина Запашная, ведущая артистка шоу «Геерадзе», гимнастка и дрессировщица собак, а также Константин Асташов, коверный клоун, исполнитель главной роли в шоу «Песчаная сказка». Здравствуйте, расскажите, с чем вы приехали в Рязань, с каким представлением цирковым? Мы приехали к вам с новым спектаклем, он называется «Песчаная сказка». Это новый спектакль, относительно новый. Мы его недавно сделали, точнее около двух лет назад, и мы постоянно обновляемся, у нас все время появляются новые номера. Это непростой спектакль. Все привыкли видеть, что цирк – это диверсисмент, номера идут один за одним, а у нас это именно спектакль, у нас сюжетная линия, в которую вписываются цирковые номера. И наш режиссер Евгений Шевцов, он главный режиссер цирка Никулина на Цветном бульваре, когда-то придумал эту идею, воплотил ее, и вот мы уже успешно гастролируем несколько лет. Про сюжет давайте поговорим. Вот в чем сюжет вашего циркового журнала? Сюжет такой, что главный персонаж, вот, Константин, попадает в музей, и он делает так, как не надо делать, трогает экспонаты. Я ему говорю, не трогай, не надо, и в итоге он заходит в закрытую экспозицию, там находит волшебную лампу, и трет ее, и попадает в волшебный мир. И вот все номера дальше, они вплетены в сюжет так, чтобы он нашел выход обратно из музея, собственно говоря, без проблем найти еще и свою жену, которую он потерял в этом музее. Константин, расскажите про своего героя немножко. Молодой человек, который любопытный очень, и хочется все узнать, все потрогать, а жена, которая его отдергивает, и не думает, нельзя, это нельзя, ускользает от нее, заходит и увидел эту лампу, и хотел ее, ну, не скажем мы ее, что он хотел ее своровать, хотел лучше рассмотреть, уходя за дверь, и проваливается в такую сказку. Когда заходите в Манеж, вы видите эти декорации, и я в том числе, когда просыпаюсь, вижу эти декорации, тонны декораций, которые мы привезли, устанавливаются эти декорации очень долго, несколько дней. Очень долго, тяжело, да, это целый восточный дворец, мы привезли шатры, колонны, если зайти в Рязанский цирк, то его просто не узнать, потому что мы, во-первых, делаем такой антураж, мы пускаем восточную музыку, приглушаем свет, и на все декорации мы направляем такой мерцающий свет, и ты садишься в зал, и ты уже немножко так думаешь, о боже, что это, почему, где я, это же не цирк, не похоже на Рязанский цирк. И вот с началом спектакля, когда Костя попадает в музей, он уже просыпается в восточном дворце, и дальше начинается... Да, и там начинается, как мы его называем, восточный базар, со всех лестниц спускаются артисты, здесь выезжает целый трон с шейхом, с принцессой, то есть выходит караван верблюдов, и мой, так скажем, герой в полном шоке, куда я вообще попал, начинается вот его сказка именно вот с такой сцены. Ну вот мы уже тронули тему декораций, про костюмы. Говорят, что это очень красивые костюмы. Расскажите, вот как шили немножко об этих костюмах ваших? Говорят, не обманывают. Да, действительно, у нас костюмы очень такие необычные, потому что дизайнер по костюмам, кто занимается вообще разработкой всех этих костюмов, у нас есть два художника по костюмам, Надежда Рус и Наталья Буханова, и они, работая с Гией Радзе, у них такая задача, сделать так, как не делал никто. Вообще, Гия человек очень требовательный к этому, для него очень важно, чтобы артист выглядел внешне красиво, чтобы он вне манежа, даже в обычные дни выглядел красиво, и в манеже был очень красивым. То есть у него это, знаете, такое, тройные требования к артисту. И, соответственно, у него высокие требования к костюмам. Это должно быть необычно, это должно быть не так, как у всех, это должно быть богато, тем более, если это восток. И когда разрабатываются эскизы, ему приносят, он говорит, надо еще, надо круче, надо больше. У нас, мне кажется, костюмов меньше, чем за 200 тысяч рублей, вообще, в принципе, таких нет. То есть в среднем, если мы занимаемся подсчетом, такой математикой, ну вот 16 человек балета. Посчитайте, сколько выходит там один номер, только чтобы балет вышел в программу. Это очень дорого, но гей человек щедрый в этом плане. Он готов всегда вкладывать в развитие коллектива, в развитие спектакля, в артистов. Поэтому для него качество важнее финансовой составляющей. Любое цирковое шоу не может быть без животных в какой-то степени. Давайте расскажем, кого вы привезли, какие у вас животные в вашем представлении. Мы привезли собак, верблюдов, павлинов, бегемотов, обезьян, лошадей. Но я думаю, самое яркое и впечатляющее – это бегемоты, которых, в принципе, редко увидишь вообще. А чтобы они выходили в манеж и еще выполняли трюки, и чтобы их было три сразу в манеже, такого никто нигде не увидит. Это единственный в мире аттракцион, который вообще существует. Сложно ли дрессировать бегемотов? К сожалению, мы не знаем. Нам Тофи Гусейнович, народный артист России, который работает с ними, не рассказывает. Там самая сложность. И вообще не только бегемота в принципе, а любого животного. Ты его берешь совсем маленьким, и он у тебя как дитя твое. Вот что твой ребенок, что твое животное, ты с ним в принципе растешь одинаковую жизнь. Воспитываешь, кормишь, ухаживаешь, гуляешь. И все это то же самое. То есть у тебя даже больше там не дрессура бегемотов, а воспитание. И вообще воспитание любого животного. В этом отличается. Раньше, да, была дрессура, укротительство. Сейчас уже все это поменялось. Современный цирк, современный мир. И уже мы не хотим показать, знаете, чтобы собака прыгнула в двойное сальто. Нам не надо, и Кате это не надо. Она хочет показать именно любовь человека и животного. Извини, пожалуйста. Вообще в принципе цирк отходит от понятия укротительства. И мне кажется отошел уже давно. И сейчас, если животные присутствуют в программе, то они присутствуют в качестве такого красивого взаимодействия с человеком. Никаких понукатист, никаких там, не знаю, сложных трюков сейчас от животных вообще в принципе не требуют. Сейчас все сводится к тому, чтобы показать взаимоотношения именно как животные, на что они способны посредством, ну, просто вот общения, воспитания. Екатерина, вы работаете без страховки на номере. Вот были какие-то травмы? Вообще, в принципе, любой артист не застрахован от того, чтобы, да, что-то не случилось. Мы, когда выходим в манеж, у нас есть 7 минут для того, чтобы показать, что мы умеем. И, естественно, накладывается волнение, состояние. То есть ты можешь прекрасно выполнять трюк на репетиции, но ты выходишь в манеж, ты волнуешься, переживаешь, у тебя трясутся руки, и ты можешь что-то сделать неправильно. Это бывает. Да, у нас был момент, я упала, но я упала так, хорошо, можно сказать, упала. Даже сама встала, пошла. То есть почему такое бывает? Потому что на стрессе человек как-то, видимо, может, расслабляется, не знаю, падает очень аккуратно. Такое тоже бывает. Но мы все равно продолжаем работать без страховки, потому что, в принципе, жанры воздушной гимнастики, в парные ремни, они работаются в основном без страховки. Константин, я когда готовился к нашему интервью, посмотрел одну, три года назад, вы давали интервью какой-то радиостанции, и там журналист задал вам вопрос, в чем фишка вашего клоуна. Вы сказали, то, что фишки сейчас нет, но она приходит со временем. Да. Вот прошло промежуток, большой промежуток времени. Расскажите, появилась ли у вас фишка? Если взять три-четыре года назад меня как клоуна, то это был вообще другой человек, в другом костюме, с другим гримом, с другой прической. Репертуар тоже изменен частично. Если брать мы под шоу вообще, именно под шоу изменили полностью его. Фишка сейчас наша, ну, моя, наверное, то, что я работаю вот как на ролике, я в обычном костюме, в классическом, в красном, с красным пиджаком, абсолютно без грима, и вот прическа, которая сейчас на мне есть, и такой же я выхожу в манеж работать. Но он очень классный. Вот реально Костя как клоун, это просто новый человек сейчас в искусстве, потому что он полностью отошел от образа стандартных клоунов, которые все привыкли видеть. То есть парики, носы, там, длинные ботинки, вот эта у тебя нелепая одежда, вот он, вот такой есть, вот он клоун сейчас. Сейчас он человек, а потом в таком же виде он выйдет в манеж и будет вас смешить. Это два разных кости. Это как раз-таки то, когда человек обладает харизмой и умеет это делать. И ему для этого не надо 350 аксессуаров, каких-то нелепых, чтобы тебя насмешить. Спасибо большое, Катя. Вот, видите, вот такой вот у нас Костя. Ну, уже ваши гастроли длится промежуток времени определенный. В Рязани. Какие отзывы от рязанцев, вот если вы знаете? Есть социальная сеть и ВКонтакте Рязанского цирка, и на сайте Рязанского государственного цирка есть там отзывы. И отзывов, знаете, их очень много. И это о многом говорит, потому что, значит, посещение цирка очень большое и глобальное. И поэтому людям нравится, и они не стесняясь пишут эти отзывы. И, слава богу, отзывы всегда хорошие. Если бы спектакль не нравился людям, то они бы просто не приходили бы в цирк. Либо не писали. Да, у нас всегда аншлаги, и мы очень этому рады. И, значит, спектакль нравится, идет молва, люди рассказывают. И мы, конечно, очень хотим, чтобы эти аншлаги и продолжались. Потому что всего лишь до 17 июля наше представление в Рязанском цирке. И дальше мы поедем уже далеко-далеко. Ну что ж, давайте пригласим рязанцев к вам на программу. Дорогие жители Рязани и гости этого прекрасного города, наш коллектив и наше шоу «Песчаная сказка» будет в Рязанском государственном цирке до 17 июля. И мы всех вас ждем на это прекрасное, не побоюсь слова, классное шоу. Приходите. Спасибо вам большое. Спасибо. На этом программа «Городские встречи» подошла к своему завершению. Я желаю вам всего самого доброго. До свидания.